Число излечившихся от коронавируса в Молдове превысило тысячу. Есть пациенты, которые идут на поправку семимильными шагами. Только вчера выписали 139 человек. Тем не менее, 250 заболевших сейчас в тяжелом состоянии. Из общего числа, а это 3638 человек, 111 проиграли борьбу с COVID-19. Сегодня скончались 4 человека, в их числе 23-летняя Бельчанка и 43-летняя жительница Дрокиевского района. Еще 26 пациентов сейчас ведут борьбу с болезнью, балансируя на грани жизни и смерти. Сегодня выявили 133 новых случаев. Игорь Дадон отметил, хоть власти пошли на некоторые послабления ограничений, расслабляться не стоит. В первую очередь, сами граждане должны понять, что от их ответственности сейчас зависит здоровье. Глава государства заявил, что большинство жителей страны соблюдают рекомендации. Но тем, кто этого не делает, спуску не дают, несмотря на требование смягчить наказание для нарушителей. С начала пандемии в стране проведено свыше 17 тысяч тестов. На лечении находится 2417 человек, в том числе персонал станции скорой помощи на Рыжкановке, закрытый на карантин из-за нескольких десятков зараженных сотрудников. В числе инфицированных 5 врачей, 12 медсестер и медбратьев, 4 санитарки и 8 водителей. Сейчас на всех подстанциях ежедневно проводится полная дезинфекция, в том числе не от ложек. Тем временем, развернутый на Молдекс по карантинный центр за три недели работы принял 800 пациентов. По словам директора центра, тестирование проводится в две смены. В среднем пациенты проводят у них от 7 часов до суток. И если тест положительный, отправляются в больницы. По данным Минздрава, в настоящее время больше всего зараженных в Кишиневе. Следом идет Левобережье. Примерно одинаковое число больных свыше 250 в Сорокском и Штефанводском районах. Напомним, оба райцентра закрыты на карантин. Свыше 100 случаев в Гладянах, Кагуле, Фалештах, Единцах, Каушанах и Аргееве.